Яблони, гроши, вишни разных сортов для сохранения исторической памяти народа. Ставропольская краевообщественная организация, Карачаевский культурный центр «Алан» инициировала посадку плодовых деревьев в Кубанском ущелье. В мероприятии участвовала съемочная группа «Вестей». Репортаж Аллы Динаевой. Даже погода благоволит в этот день и выглянуло солнце из-за тучи, не пошел дождик. С большим энтузиазмом, дружно, активисты Карачаево-Балкарского центра «Алан» начали готовить лунки для посадки деревьев. Глубина примерно два штыка. Не слишком большую яму нужна. Сейчас там не специалист. Будем советоваться со старшими. И, конечно, самое главное в посадке саженцев – это… Чтоб деревья уселись нормально. Ну, потом посад, да? Желательно. Место для сада в честь 65-летия возрождения карачаевского народа выбрали в центре поселка Эльбрусский. Во дворе мечети, около Дома культуры и прямо у дороги, ведущей в старинные карачаевские аулы. Хурзук, Учкулан, Карчурт – это историческая родина карачаевцев. И поэтому мы решили посадку деревьев осуществить именно тут. Деревья – это и по датам, и по религии – это прекрасное дело сажать деревья. Это украшает природу, свежий воздух придает, а также помогает сплотиться людям, молодежи, а также в остальном обществе при общем вот таком труде. Саженцев 65, как и количество лет со дня возвращения карачаевцев на историческую родину. Половина из них яблоки, 30 разные сорта, и половина, там много других сортов, абрикосы, вишня, груши, тоже несколько сортов. Также айва, помимо этого еще слива, ну, все те деревья, которые могут здесь вырасти. Чтобы никто не остался голодным, как и принято, по обычаю поставили варить мясо в казане, чтобы всех накормить традиционной карачаевской шурпой. А эту ответственную миссию взял на себя Рустамбек Батчаев. Самая большая ответственность – это взять 20 человек из старого поля активистов, привезти их сюда, здесь как бы все нормально провести, вернуть их обратно по домам. Это ответственность и перед ними, и перед их родителями. А сварить шурпа – это так, для души. Помогают и девушки. Из 9 литров айрана они готовят туз, лук и сусап для собравшихся на торжество. Основные ингредиенты – это, конечно же, карачаевский айран. Добавляем туда соль, специи по вкусу. Обычно это перец, красный и черный, ну и, конечно же, чеснок. Я смотрю, вы и огурцы хотите, да? Ну, это будет уже более современный вариант, усовершенствованный. Организатор мероприятия – Карачаево-Балкарский культурный центр «Алана» из Ставрополя. А гости – старейшины, представители духовенства, правительства, парламента. Собравшиеся совершили обряд дуа по умершим в годы ссылки. А очевидцы напомнили о тех страшных страницах истории. В 43-м году 15 тысяч карачаевцев отсюда по этой дороге увезли в ссылку. А через 14 лет вернулись в родные аулы только около трех тысяч людей, которые сохранили, привезли и передали нам наши традиции, историю обычаев, сказал ректор Качегута у султан Узденов. Деревья, как память, высадили здесь стройными рядами. Саженцы, лопаты и, конечно, хорошее настроение нужно, чтобы принять участие в масштабной акции. Волонтеры буквально за считанные минуты посадили здесь фруктовый сад. Аладинаева, Лебастанов, Вести, Харачаева, Черкесия, поселок Альбрусский.